Как правильно матери реагировать на истерики ребенка в возрасте до трех лет? Особенно, если ребенок это делает все время специально для мамы из-за малейших пустяков. Мама должна изменить свое поведение. Если он уже закатывает истерики, то мама виновата в том, что таким образом вызывает от нее какие-то действия. Значит, он знает, как это делается. Они очень эгоистически остро настроены, дети. Они должны извлечь максимум того, что они хотят из окружающей среды. Если он знает, что окружающая его среда все равно реагирует именно так-то, они в соответствии с этим перестраивают свою программу поведения. Ты что, понимаешь, что если мать никак не реагирует, то надо менять поведение? Ребенок является маленьким эгоистическим механизмом. И он подстраивается под то, как ты ведешь себя с ним. Причем довольно, наверное, простым, не хитрым пока еще. Нет, конечно. Можно заранее все это предвидеть и своим созданием окружения просто на него воздействовать. Поэтому мать должна относиться к нему как к какому-то прибору. Как я к нему буду относиться, так он будет относиться ко мне. Мне надо предугадывать его эгоистические реакции, поступки и вызывать их в правильном виде. Иногда маленькие дети ужасно злят родителей. Как родителям вести себя в таких ситуациях? Можно ли показывать свои эмоции ребенку? Ну, опять-таки, один ответ на все вопросы. Если ребенок будет знать, что его нытью ничему не поможет, или заранее, до того, как он начал первый раз там ныть, он уже почувствовал правильно уравновешенное отношение со стороны окружения, он не будет больше так поступать. Он не будет. Эгоизм не позволит просто карать. Не позволит. Это только если существует огромная боль, как средство самозащиты, как средство какой-то компенсации вынужденной, когда он вопреки воспитанию действует. Нет. А так нет. То есть, ребенок тогда реагирует так же, как реагировал бы взрослый. Вот взрослый бы при большой боли стонал бы, кричал бы, плакал бы, так и ребенок тогда будет делать. Даже если не существует окружение, которое его видит или понимает, и может реагировать. Потому что это является реакцией уже организма самого. Наш организм таким образом компенсирует свою боль. Плачем, там, криками. Но, в принципе, до этого уровня все зависит только от нашего предварительного правильного поведения. То есть, в принципе, можно сделать такой вывод, что для детей до трехлетнего возраста, которые еще не могут делать анализ, ты с ними не можешь разговаривать, просто создавать им правильные примеры окружения, которые на них будут воздействовать. Для детей, которые уже понимают, вдобавок к окружению правильным примером, надо делать еще анализ. Да.